Значит, я хочу немножко вернуться к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, о прошлом занятии на вводном, и был очень хороший вопрос Нахмана, который сегодня с нами нет, правда. Я еще раз озвучу этот взгляд, который является не только моим взглядом на ситуацию развития философии и еврейской традиции, но и более-менее я попытался это показать взглядом, который разделяет довольно большое количество разного рода мыслителей. Натан, ты не закрыл микрофон свой? Да, сори. То есть это, с одной стороны, взгляд на мир со стороны, то есть попытка человека выйти за пределы мира, вынуть себя из мира и начать его исследовать так, как будто бы человек миру не принадлежит. И совершенно другой тип мировосприятия, когда человек ощущает себя частью некоторой истории, которая придумана не им, а он является героем этой истории, а вовсе не создателем истории, читателем истории, как, например, с точки зрения философского взгляда. В том числе я привел пример из демовой этики Вавилонского Талмуда, где некоторые исследователи пытаются найти общие черты между, например, мировоззрением мудрецов Талмуда и философским. Вопрос о том, стоит ли человеку быть созданным или нет. Ну и я подчеркнул такой момент, что если Анаксагор отвечает, что человеку есть ради чего быть созданным, для того, чтобы созерцать небо и устройство космоса, то есть созерцательная позиция, то в Вавилонском Талмуде речь идет о том, что человеку нужно изучать свои поступки, оценивать, как поступить и так далее. То есть это, как я это обозначил в средневековых терминах, это, соответственно, витоактива и витоконтемплатива. Витоконтемплатива – созерцательная жизнь, а витоактива – это как бы активная жизнь, жизнь в мире. Ну и замечание, которое в обсуждении у нас было, которое Нахман выдвинул, оно состояло в том, что и у Платона тоже, в общем, философия имеет практическое приложение. То есть это не только созерцание, но и практика определенная, да и у Мудрецов Талмуда тоже, безусловно, есть некие представления о том, что существует некое интеллектуальное постижение, которое не относится обязательно к практике. Более того, мы можем вспомнить, это уже Нахман не говорит, я просто говорю вам о том, что есть спор знаменитый о том, что выше – Талмуд или Маасе, то есть учение или практика, или действие. Ну и в итоге в завершении этого спора говорится о том, что Талмуд, то есть изучение важнее, потому что оно ведет к практике. То есть на самом деле развлечение между вот этими двумя, это просто то, что я хотел вернуться и прояснить, развлечение между философским мировоззрением и мировоззрением монотеистическим, индейским, христианским, мусульманским, они в этом смысле являются похожими, заключается не в том, что одно из них как бы созерцательное, а другое – практическое. Это не совсем так, то есть правильнее сказать то, что превалирует, то есть каким образом человек смотрит на мир и каким образом он в том числе формирует, например, ту же самую практику, он практику, например, философ формирует, исходя из постижения мира, постигает мир, он выясняет то-то о мире и после этого он в том числе может формировать практику. То есть практика, она идет вслед за изучением мира. Мы могли бы сказать, ну хорошо, и в Талмуде тоже сказано, что Талмуд, который ведет к действию, то есть изучение, которое ведет к действию, все верно, но это изучение другого типа. Талмуд – это изучение, которое является не изучением мира, это изучение, которое является, то есть само слово Талмуд в данном случае имеется в виду, конечно, не корпус текстов Талмуда, имеется в виду определенного рода практика аналитического подтверждения тех выводов, которые делаются с помощью Мидраша. То есть на самом деле вот этот самый Талмуд – это не что иное, как попытка определить то, каким образом человеку следует жить под сенью сакрального текста, каким образом человек эксплицирует то, что сказано в сакральном тексте, то есть в указании, если широко говорить, в Торе, Тора – это и есть указание, каким образом он проецирует это на жизнь. Это совершенно два разных типа учений. Я могу сказать, что Талмуд и теоретическая мысль философов в чем-то похожи. И действительно есть некоторые исследователи, которые с моей точки зрения ошибочно сопоставляют эти вещи. Их сопоставлять можно, но они в каком-то смысле несопоставимы. Потому что для мадрецов Талмуда сам тип постижения – это не тип постижения мира, это не изучение мира со стороны, это не анализ того, земля круглая или квадратная, плоская или нет, откуда встает солнце, куда оно заходит. Это не те вопросы, которые их волнуют. Их волнуют вопросы такого рода. Что мне делать в той или иной ситуации? И каким образом это мое действие наполняется смыслами с точки зрения общего сюжета, мифологемы, писания? Это совершенно два разных типа, в том числе и теоретизирование, если можно так сказать. То есть вот мне хотелось прояснить этот вопрос, потому что действительно было бы неверно сказать, что здесь только теория созерцания, а здесь только практика. Вопрос в том, как формируется и то, и другое. У философов есть Платона и Аристотеля дальше, и многих других, есть разные типы теоретического познания. Есть, помимо теоретического познания, есть в том числе фронисис. Фронисис – это практическая мудрость как раз. Но все это, как я уже сказал, является следствием изучения окружающего мира. Хорошо, это было некое замечание, дополнение к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот к этим двум мировоззренческих принципам, принципам взгляда на мир, которые, мне кажется, совершенно необходимы, мы до конца понять не можем на самом-то деле. То есть сколько бы я ни говорил об этом различии, сколько бы ни говорил о Ирбахе, о веренцах, которые я приводил, Тертулиан и так далее, мы, как дети западной культуры, до конца не можем понять, собственно говоря, вот тот мировоззренческий взгляд, который абстрактно, не исторически, а абстрактно я приписываю монотеистическому взгляду. Монотеист, который не задается вопросами о том, как устроен мир. Монотеист, который ощущает себя героем некого повествования. Вот такого рода взгляд он для нас в таком смысле недостижим. То есть мы можем об этом говорить, но почувствовать это не можем. Поэтому здесь есть эта трудность, поэтому я уделил этому столько внимания. И мне хотелось, чтобы у нас было представление о сложности, о сложности некого построения мостов между одним мировоззренческим принципом и другим. Одним взглядом на мир и другим. Хорошо, значит, это было дополнение к предыдущему нашему разговору. И теперь я перехожу к первой попытке, тоже было правильное совершенно замечание Нахмана, о том, что есть александрийское еврейство, есть эллинистическое еврейство. Такое понятие, как эллинизм в еврейской культуре – это огромный пласт, которому посвящено массе исследований. Ну и один из наиболее ярких представителей с точки зрения волосовской мысли вот этого эллинистического еврейства – это Филон Александрийский, живший на рубеже новой и предыдущей веры, то есть там минус 50, плюс 50, примерно так, и писавший на греческом языке. И он, собственно говоря, является тем, кто наиболее, может быть, полный, потому что можно найти некоторых авторов, которые предшествуют Филон Александрийскому, но действительно его достаточно большое количество трудов, и он, можно сказать, фундаментальным образом пытался решить вот этот вопрос, вопрос совмещения или синтеза, который, возможно, для него был естественным, этот синтез, между вот этими двумя мировоззренческими концепциями. Сейчас увидим, каким образом он это пытался сделать. Отвечу только на вопрос в чате. Здесь был вопрос, почему именно монотеист, а не религиозный. Нет разницы между единобожием и многобожием по сравнению с философией. Разница та же. Может быть, да, может быть, можно было бы сказать и так, но это не совсем так. Тоже важный, наверное, вопрос, я поэтому скажу два слова об этом. Дело в том, что с точки зрения язычника ситуация, то есть как язычник смотрит на мир. Язычник смотрит на мир следующим образом. Для него мир представляет из себя лоскутное одеяло определенного рода локусов, определенного рода сфер, в каждой из которых действует некоторая сила. И, соответственно, каким-то образом, соотносясь с этой силой, язычник пытается решить свои вопросы в том или ином вот этом самом локусе. Поскольку здесь нет взгляда, единого взгляда на мир, на мир как нечто, подчиняющееся некой единой системе, то язычнику, например, философский взгляд на мир, это может быть один из взглядов. То есть поскольку для язычника существуют совершенно разные сферы. То есть есть сфера любви, например, есть сфера бизнеса, есть сфера путешествия, есть сфера… Ну, в том числе, предположим, есть и сфера умозрения, философии. Почему нет? То есть это одна, она может являться одной из сфер. И в каком-то смысле вот этот плюрализм, что ли, да, плюрализм разного рода точек зрения и разного рода взглядов, условно плюрализм, конечно, я говорю в кавычках, плюрализм языческом, но он не входит в столь серьезное противоречие с философским мировоззрением, как мировоззрение монотеиста. Монотеист, по сути дела, монотеист что говорит? Он говорит, что вот эти языческий взгляд, который видит разные силы, даже если они существуют, эти силы, они на самом деле являются подчиняющимися некой единой силы, тогда у меня возникает некая единая мифологена, в которой, поэтому Тертулиан, собственно говоря, говорит об Афинах и Иерусалиме как противостоящих друг другу. Вот это противостояние для монотеиста, оно гораздо более острое, чем для язычника. Надеюсь, что я ответил на этот вопрос, важный действительно вопрос, я просто не говорил вообще, в общем, надо было сказать. Ну, надеюсь, что этого замечания хватит. Так вот, вернемся к Филону Александрисову и посмотрим, каким образом он решает задачу, задачу, которую, возможно, он и не ставит перед собой, да, я так говорю, решает задачу, как будто он поставил перед собой задачу синтеза. Может быть, он и не ставил так, может быть, для него казалось, что это естественным образом совпадающий как последующий. Ну, сейчас мы увидим, да, прочтем несколько абзацев из Филона Александрийского и увидим, что он говорит. Здесь я в скобках замечу, да, что напомню нашим участникам, что у нас курс называется не только история еврейской средневековой философии, но и есть подзаголовок, авторы и текст, да, то есть мы будем читать какое-то количество текстов, переведенных на русский язык, разных авторов. Филона Александрийского как раз мы подробно читать не будем, поскольку это не средневековая философия, да, но тем не менее это важно, важно для того, чтобы представить себе некую общую картину. Здесь же я в скобках замечу, что представление об общей картине, то есть об общем контексте, контексте истории и мысли, так я бы сказал, представляет из себя тоже, конечно, отдельную задачу. Я уже говорил об этом, да, что, конечно, хорошо бы нам изучить античную философию, хорошо бы нам изучить мысль отцов церкви, то есть патристику, хорошо бы нам изучить раннюю исламскую мысль, теологию и философию, которая возникает в исламской культуре. Все это, безусловно, помогло бы нам очень сильно для того, чтобы составить необходимый контекст для изучения средневековой еврейской философии. Но, как вы понимаете, это тогда совершенно другой масштаб принимает вся эта история, и поэтому мы действуем немножко, ну, не совсем академично, скажем так, да, мы приступим к изучению авторов и текстов средневековой еврейской философии без основательной подготовки предварительной. Но по ходу чтения мы будем обращаться вот к этим контекстам по мере необходимости. Ну, хорошо, теперь после еще вот этого предисловия, замечания, да, все-таки перейдем к Филону Александровскому. Он говорит так. Из законодателей одни просто и беспрекрасно законили существовавшие в них обычаи, другие, придавая вид многозначительности своим измышлениям, обморочили людей, сокрыв истину под пеленой мифических выдумок. То есть два типа, да, есть те, кто просто узаконили некие обычаи, а некоторые придали еще и этим обычаям такой вот вид мифических выдумок. Моисей же, отвергнув и то, и другое, первое, как решение неразумное, поспешное и немудрое, а второе, как заведомо ложное и исполненное обманом, предпослал изложению законов всепрекрасное и наидостойнейшее начало. Не тотчас предписав, что следует или чего не следует делать, не притумывая небылиц, когда необходимо было прежде подготовить сознание тех, кому предстояло пользоваться этими законами и не одобряя сочинения другими миф. То есть с точки зрения Филона, Моисея, да, вы видите, что, собственно, Филон сейчас, о чем он говорит? Он говорит о законе, да, он говорит о законодательстве. Законодательство можно подавать, он говорит, двояко. Можно подать, ну, просто так, да, то есть, ну, вот закон и закон, вот так, вот такой вот у нас закон, без всяких обоснований просто потому, что так привыкли, или так сложилось, или так хочет, не знаю, какой-нибудь, так сказать, правитель. То есть произвол. Вот этот произвол он называет неразумным, поспешным, немудрым решением. Второй вариант. Второй вариант. Закон сопровождается некой, неким мифом, да, то есть он обосновывается каким-то образом, но обосновывается с помощью неких мифических выборов. С его точки зрения Моисей этого не делает, да, то есть, по сути дела, он говорит о том, что, ну, Тора, она не представляет из себя миф в этом смысле, да. И дальше он говорит, начало же, как я сказал, в высшей степени удивительно, поскольку содержит описание сотворения мира. При этом, поскольку мир созвучен закону и закон миру, получается так, что муж законопослушный, будучи гражданином этого мира, исполняет в своих деяниях повеление природы, которая и лежит в основании устроения всего мира. То есть, он говорит следующее, вместо мифических выдумок, мы могли бы сказать, что, собственно, сотворение мира – это тоже мифическая выдумка, но Илон Александрийский так это не воспринимает, да, он говорит, почему необходимо рассказать о том, как сотворен мир, и на самом деле, что это такое? Это описание природы, то есть описание того, как устроен космос. А зачем описание космоса предпосылать в формулировке закон? Затем, что на самом деле закон человеческого общежития, то есть закон, который предписывает человеку те или иные действия, должен быть созвучен с законом мироздания. Закон мироздания описывается в сотворении мира, и поэтому сотворение мира предпосылается, описание сотворения мира предпосылается, собственно говоря, к описанию законов. Значит, между законами природы и законами, которые диктуются человеку, есть некое определенное соответствие, и Моисей это соответствие видит, и, собственно говоря, о нем и говорит. Мы могли бы спросить, хорошо, откуда Моисей знает о том, как устроен мир? Например, по-видимому, надо предполагать, что Моисей является тем, кто так или иначе это знание получил. Но это знание, оно является как раз знанием каким? Является знанием, которое вот в наших терминах, мировоззренческих подходов, но является знанием философским, знанием о том, как устроен мир. Оно получено с помощью изучения мира или оно получено каким-то иным образом, это уже другой вопрос, но существует некое знание того, как мир устроен, и отсюда, собственно говоря, выводятся законы. И получается, что любой человек, муж, как он говорит, законопослушный, будучи гражданином этого мира, исполняет в своих деяниях повеление природы, то есть повеление природы, космоса, они соответствуют тем законам, которые должен исполнять человек. Ну и дальше он говорит, косоту замыслов мироздания никто, ни поэт, ни сочинитель речей, пожалуй, не смог бы восславить по достоинству, ибо они превосходят речь и слух, будучи величественнее и досточтимее всех попыток приспособить их к органам любого из смертных. Здесь он о чем говорит? Он говорит, по сути дела, о различии, об отличии философа и поэта, поэта или диалектика, сочинителя, то есть человека искусства, скажем так, могли бы мы сказать. Между ними есть огромная разница. То есть тот, кто сочиняет речи, риттер, например, софист или поэт, он, естественно, о чем-то говорит, пытаясь восславить что-то величественное и значительное. Но философ, который раскрывает мироустройство, естественно, превосходит каждого из них. Однако вследствие этого не должно безмолвствовать, но чтобы угодить Богу, превозмогая немощь, нужно дерзать говорить, ничего от себя, малое вместо многого, к чему свойственно устремляться человеческому помышлению, объятому страстным желанием мудрости. Страстное желание мудрости – это и есть, собственно говоря, философия, то есть любомудрие желание мудрости – это и есть устремленность к тому, чтобы познать, как все устроено. Ибо как изображение предметов огромной величины принимает причеканки, даже малейшая печать, так, пожалуй, и запредельные совершенства, отраженного в законодательстве мироздания, ослепляющие своим сиянием души, приступающие к ему, предстанут в уменьшенном изображении, когда прежде излагается то, о чем не сказать невозможно. То есть, другими словами, мы можем увидеть воплощение законов мироустройства, космоса в малом. В чем в малом? В поступках человека, в устройстве общества. Они должны в них отразиться, так же, как предметы огромной величины принимают причеканки, малейшая печать. То есть, они отражаются. По сути дела, мы что имеем здесь? Мы имеем здесь дело сразу же, изначально. Опять же, вопрос, ставил ли перед собой Филон задачу соединить философию и Писание. Или для него было очевидно, что они должны каким-то образом совпадать, и что это как бы об одном и том же идет речь. Но так или иначе, он говорит, что Писание начинается с того, как устроен мир. И это самое правильное изложение закона, потому что то, как устроен мир, закон устройства мира, собственно говоря, диктует закон устройства человека. Другими словами, получается, что нельзя не быть философом для того, чтобы решать задачу, которую, например, ставит перед собой монотеист. Что такое, какую задачу ставит монотеист? Монотеист ставит перед собой задачу реализации божественного плана. То есть реализации сюжета, который, если его сжать, он состоит в том, что речь идет о возвращении в Эдемский сад. Человек изгнан из Эдемского сада, он должен к нему вернуться. Возвращение в Эдемский сад. Но это связано с определенными перипетиями, с падениями, взлетами и так далее, но вот человечество к этому движется. Человек с большой буквы должен реализовать этот план. То, что говорит филон, что реализовать этот план можно только тогда, когда ты знаешь, как устроен мир. Потому что, собственно говоря, знание о мироустройстве позволяет мне правильно осуществить реализацию этого плана. Вот, собственно говоря, первый и на самом деле в каком-то смысле парадигматичный пример того, каким образом возможно соединить вот эти два вроде бы несовместимых мировоззрения. Один изучает микроскоп, смотрит на то, как все устроено, ему любопытно то и все, и пятое, и десятое. А другой совершенно не интересуется, как все устроено, слушает лишь глаз Бога и реализует его план. Вот попытка совмещения. Еще два фрагментика, которые, наверное, имеет смысл нам прочесть. Это из второй главы того же трактата «Сотворение мира». Он говорит так. «Некоторые, изумляясь более миру, чем его создателю, мир сочли нерожденным и вечным, а Богу нечестиво приписали совершенную бездетельность. Хотя, напротив, следует поразиться могуществу одного, как создателя и отца, а другой превозносить не сверх мир». То есть сам мир сотворенный не стоит превозносить. А что стоит превозносить? Превозносить стоит создателя этого мира, а не сам мир. А когда он говорит о том, что некоторые сочли мир нерожденным и вечным, это, собственно говоря, проблема предвечности мира. Мир был всегда и существовал всегда. И нет никакого у него как бы создателя, раз он существовал всегда. Это точка зрения, например, того же Аристотеля. Моисей же достигнув самих вершин философии. Видите, он прямо пишет о том, что Моисей – это философ, фантастик, вершин философии, и посредством оракулов, познав большинство наиважнейших связей в природе, уразумел всю необходимость признать, что в сущих одно является действительной причиной, а другое есть страдательное. Действительная причина – это то, что заставляет действовать другое. А другое, подвергаясь воздействию чего-то, он называется страдательным. И что действительно есть мировой ум, совершенно чистый и беспримесный, более могущественный, чем добродетель, более могущественный, чем знание, более могущественный, чем само благо и само добро. То есть есть нечто, превышающее все, то есть это не что иное, как вот этот самый мировой разум, который все, собственно говоря, и определяет. Страдательное же, мертвое, не имеет в себе движения, но оно приводится в движение вот этим самым умом. От него, от ума он получает облик и жизнь и преобразуется в совершеннейшее произведение, то есть в этот самый мир. То есть наш мир является произведением некого создателя, которое само по себе мертво без этого создателя, а создатель – это вот этот самый мировой ум. Утверждающий, что он будто бы не рожден, наш мир, не замечают, как отвергают самое необходимое и полезное для благочестия промысел. То есть вот то, для чего как бы создатель создал этот мир, а создателем является этот самый чистый разум. Ибо само собой разумеется, что отец и создатель проявляют заботу о возникшем, ведь и отец по отношению к своим детям, и ремесленник по отношению к созданиям своего ремесла, цель свою видит в их сохранении, любыми путями ограждает от всякого вреда и пагубы, доставить же стремится всякую пользу и выгоду любыми способами. То есть аналогия понятна, да, это отец или создатель, ремесленник, да, или отношение к своему произведению или к своему сыну, и вот это как бы сочетание, сочетание создатель, мир, отец, сын, сын в данном случае это, собственно говоря, то, что создатель создал, в каком-то смысле возникший мир, это и есть его создание. Он, помимо всего прочего, говорит о том, что не может этот самый создатель не заботиться о своем произведении. Это тоже полемически заостренное утверждение, да, потому что даже те, кто утверждал уже в античные времена, даже те, кто утверждал, что мир не предвечен, а сотворен, были точки зрения, да, была точка зрения, что даже если он сотворен, то создатель, как бы создав этот мир, оставил его на произвол, да, и дальше мир развивается по тем законам, которые ему вложены. То есть это своего рода такая механическая игрушка, да, ключ завели, бросили, и она, значит, дальше сама по своим законам куда-то там движется, развивается и так далее. А создатель не принимает участие в судьбе этой заведенной игрушки. Ну, а у Филона Александрийского, да, с одной стороны мир сотворен, а с другой стороны он еще и постоянно курируем этим самым создателем. Создатель заботится о своем произведении. Все это станет в средние века чрезвычайно важными темами, да, обсуждаемыми, усируемыми и так далее. Вокруг них будут разные споры и прочее. И мы сейчас читаем с вами Филона Александрийского вовсе не потому, что он является родоначальником еврейской философии. Нет, Филон Александрийский не стал для еврейской культуры скольной либо значимой фигурой, так же, как иллинистическое еврейство. Не буду сейчас даваться в причины этого, исторические причины. Александрийское еврейство как бы было оттеснено тем, что называется фарисейским алдаизмом или толмудическим алдаизмом, который в каком-то смысле с вот этими мотивами иллинистического еврейства всячески боролся и элиминировал их. Ну и кроме всего прочего, евреи иллинисты писали на греческом языке и на еврейскую культуру. В общем, какого-то существенного влияния на дальнейшую еврейскую культуру, я имею в виду на средневековую еврейскую культуру, не оказали. Но фигура Филона Александрийского чрезвычайно важна для развития христианской мысли, затем для развития опосредованно, возможно, исламской мысли и таким образом и развития еврейской мысли. Потому что еврейская мысль и еврейская философия и теология возникают, как я чуть позднее сегодня скажу, где-то в X веке. В X веке вот этот самый греческий модус мировосприятия приходит в еврейскую культуру, приходит основатель. Он приходит, можно сказать, вот он пришел уже во времена Филона Александрийского, он уже пришел. Он пришел в определенный круг еврейства, который мы называем эллинистическим еврейством, и он там, собственно, побыв некоторое время, так и дальше развиваться как бы не стал. Исследователи считают, что еврейские философы средневековые не знали Филона Александрийского, по крайней мере, как автора. То есть опосредованно тексты Филона, может быть, и могли влиять на еврейских авторов, но они его как такового не знали. Ну и еще один последний фрагментик. Фрагментик из, как вы видите, того же трактата, но 23-я уже глава. Филон Александрийский говорит следующее. После всего прочего, как уже было сказано, возникает человек, то есть он дальше описывает сотворение мира, то есть он сказал о том, насколько это важно, насколько важно предпослать изложению законов рассказ о сотворении мира. Теперь говорит, восстанавливается на разных этапах этого сотворения, и в 23-й главе, собственно, говорит о возникновении человека. Вот возникает человек, как говорит Моисей, по образу Божию и по подобию. Весьма хорошо, что ничто из возникшего не уподоблено Богу более, чем человек. Но пусть никто не представляет это подобие в чертах телесных. Когда Бог говорит по образу и подобию, нельзя воспринимать это как подобие телесное. Ибо ни Бог не имеет вида человека, ни тело человеческое небогоподобно. Об образе же говорится по отношению к водительствующему души уму. То есть образ и подобие – это не что иное, как наличие ума, разума. Ведь в соответствии с тем единым для всего умом, послужившим как бы первообразом, был создан ум, существующий у каждого в отдельности. То есть вот этот там мировой разум, о котором он говорил, который, собственно говоря, является наивысшим тем, что, собственно, творит мир. Вот от этого разума или некое подобие этого разума было вложено в каждого отдельно человека. И именно этим человек подобен Бог. Ведь тем логосом, которым обладает величайший водительствующий во всем мире, обладает, как видно, и человеческий ум в человеке. То есть логосом, словом, речью, тем, что, собственно говоря, определяет движение ума, вот этого ума мирового, он же, тоже действующая, та же действующая сущность, присущая, да, извиняюсь за сущность присущая, присущая человеку. Ибо, оставаясь невидимым, сам он все видит и, имея непонятную сущность, постигает сущности других. И искусствами, и науками, протаряя людям все бесчисленное множество путей, он обходит землю, море, постигая их природу. Вы видите еще раз, да, что постижение мира, на самом деле, это, ну, главная религиозная задача в итоге. Получается, что нельзя быть, так сказать, религиозным человеком, нельзя быть монотеистом в данном случае, да, не будучи философом, который вот тем же умом, который присущий создателю, постигает все остальное. И затем, взмывая птицы, исследуя воздух, его состояние, он стремляется еще выше к эфиру, небесным круговращением, следуя за хороводом блуждающих светил, то есть он начинает постигать не только то, что на земле, но и мир надземной, то есть мир небесный, и это постижение небесного мира, это, естественно, астрология в том числе, астрономия, блуждающий, неблуждающий светилов, его он уже знает, да, вот о определенных астрономических концепциях, движущихся по совершенным законам мусического искусства, музыка, музыкосфер, то, что мы называем, и бросаясь во след путеводной жажде мудрости, опять жажда мудрости, жажда мудрости это, собственно, философия есть, оставляя позади всякую чувственную сущность, он достигает умопостигаемой. Там он созерцает образцы и идеи, здесь мы видим платонические мотивы, да, в мысли Филона, потому что он говорит о том, что есть образцы и идеи, которые, собственно говоря, являются моделью того мира, который мы созерцаем, то есть получается, что вот эта тракт, разум имеет некие идеи и образцы, и по этим идеям и образцам, собственно говоря, сотворенный мир и существует, и постичь до конца этот мир можно лишь устремившись к пониманию вот этих самых образцов и идей, ну, собственно, как, опять же, Платона и есть. И там он видит превосходную красоту того, что он видел здесь чувственным, в этом мире он воспринимает с помощью чувств в том числе, а там он созерцает образцы исключительно с помощью умопостижения и объяты трезвым, обьянением, словно вдохновением корибанты, но исполнившись в новом желании и вожделения лучшего и достигнув благодаря этому высот свода умопристигаемого, он как бы попадает к самому великому царю. То есть в этом смысле происходит еще и своеобразное мистическое единение, мистическое в каком смысле, если понимать мистику, как, собственно говоря, устремление к единению с Создателем, да, вот здесь единение с Создателем обеспечивается чем? Обеспечивается умопостижением. И лучи невыносимого для зрения насыщенного света, чистые, беспримесные, изливаются, как поток, так что око рассудка слепнет от их блеска. Поскольку же не всякий образ соответствует архетипическому образцу, то многие из них суть неподобные. И Моисей уточняет, прибавляя к по образу, еще и по подобию, чтобы подчеркнуть точность изображения, имеющего четкий оттиск. То есть по образу, это имеется в виду по образцу, но поскольку архетипическому образцу не все соответствует, то сказано еще и по подобию. Подобие – это нечто близкое, но не точный образец. Ну, я прочел этот фрагментик Филона для того, чтобы мы удивились впоследствии, читая еврейских авторов, о которых говорят исследователи, что они не знали Филона Александрийского. И эти еврейские авторы будут говорить нечто очень близкое к тому, что говорит в данном контексте Филон Александрийский. То есть мы видим в произведениях Филона, надеюсь, этих трех фрагментиков было достаточно для того, чтобы это понять. Филон соединяет, и соединяет это как бы очень естественным образом. С одной стороны, традицию Моисееву, то есть монотеистический принцип. И монотеистический, он не называет это мифом, заметьте, мы могли бы сказать, я называю это мифологемой, он не называет это мифом, он называет это знанием, то есть это, по сути дела, знание, поскольку Моисей был философ. То есть философский взгляд и монотеистический оказываются в каком-то смысле тождественным. Ну хорошо, это было на самом деле дополнение. Я собирался об этом рассказывать в прошлый раз и хотел успеть вот эту вводную лекцию, которая, по сути, говорит нам о проблематике, которую часто называют Афины и Иерусалим, то есть вот это противоборство двух принципов, я хотел как раз завершить вот этим фрагментом из филона Александрийского как попыткой решить столь разные мировоззренческие принципы, свести их каким-то образом воедино. Теперь я широкими, очень широкими мозгами нарисую картинку развития сначала исламской мысли, а затем еврейской мысли. Под мыслью я в данном случае имею в виду как раз либо теологию, либо философию, ну или, как сейчас увидим, есть и другие типы, другие типы мыслительной активности в мире исламском и в мире еврейском соответственно. Почему в мире исламском? Потому что средневековая еврейская философия и теология возникает как раз в контексте исламской мысли. Большая часть произведений ранних, вот как раз X-XII века еврейских написано на арабском языке, на иудеоарабском языке. И поэтому для того, чтобы увидеть, так сказать, синхронический срез развития еврейской мысли, нам необходимо увидеть, как развивалась мысль исламская. Ну а про диахронический я уже сказал. Диахронический у нас, к сожалению, нет возможности такое, это и античная философия, и патристика, и так далее. Итак, развитие различных направлений, или скорее парадигм мышления в исламском мире X-XII века. Я рисовал в очередной раз схему, я уже говорил о том, что схемы важны, схемы нужны, но к ним нужно относиться с определенной долей скепсиса, но не использовать их нельзя. То есть мы не можем обойтись без схемы, но мы должны знать и понимать ограниченность этой схемы. То есть мы должны одновременно и пользоваться схемой, и определенный скепсис по отношению к этой схеме иметь. И так что, собственно говоря, произошло в исламском мире, который завоевывает, начиная с самого начала своего развития, сначала чисто политические огромные пространства, а затем и не только политические, а интеллектуальные, духовные. Арабская культура развивается очень бурно. В ней появляются самые разные жанры творчества. Это и поэзия, и литература, это и теология, это философия, это мистика, которые здесь как раз у меня отмечены. Но для нашего разговора, естественно, что такие жанры, как поэзия, например, они немножко остаются в стороне. А для нас важно вот это философско-теологическое направление. Она возникает так же, как и в христианской культуре. Она возникает в связи с вот этой экспансией арабской культуры, мусульманской культуры, ислама. Ислам так же, как христианство, является миссионерской религией и в каком-то смысле должен себя пропагандировать, рекламировать и так далее. Вот такого рода апология религии, пропаганда религии, пропаганда в данном случае ислама, она, собственно говоря, и получает название теологии. Само слово теология, оно очень коварное. То есть его по-разному используют в разных учебниках или в разных даже главах одного этого же учебника. Но для нашего разговора сегодняшнего я определю теологию именно таким образом. Давайте будем говорить о том, что теолог, способ мышления, который мы назовем теологическим, это не что иное, как апология религии. То есть защита религии. Отцы церкви, которых называют как раз апологетами, они занимались тем же самым. Они занимались именно этим. Они занимались только пропагандой и апологией христианства. А в исламе, начиная, скажем, с IX века, может быть, даже чуть раньше, возникает, соответственно, апология. Апология ислама. В этом смысле такое явление, как Святое Отечество, то есть отцы церкви и теология исламская, они очень похожи, типологически похожи. Некоторые исследователи находят в том числе и определенные связи текстологические. То есть поскольку исламская культура развивается за счет невероятно интенсивного перевода греческого наследия на арабский язык, в силу вот этих переводов и возникают вот эти самые разные направления, школы и так далее, которые используют вот то, что, собственно говоря, было наработано греческой и отчасти римской культурой в плане защиты, апологии, велигии, христианской. А они переносат это на ислам. И, собственно, рационалистическая теология, то есть защита религии с помощью разума, с помощью рациональных аргументов называется калам. Само слово калам означает речь или слово и используется тоже очень в разных контекстах. То есть, например, можно говорить о таком термине, как физический калам. Физический калам – это значит рассуждение о природе. Рассуждение о природе тоже будет называться калам. Те, кто занимается вот такого рода апологией, защитой религии, пропагандой религии, называется мукта-калимы, то есть каламствующие. То, что само это слово означает речь, слово, рассуждение, безусловно, связано с понятием логос, которое мы только что видели у Филона Александрийского. И два основных направления калама – это мутазелитский калам и ашаритский калам. Мутазелитский калам – более ранние явления, и можно перевести мутазелы – это отделившиеся или обособившиеся, а ашариты названы так в связи с основателем этого направления ашари. Мутазелиты более ранние, более ранние явления, и они являются более радикальными, то есть они применяют вот эти рационалистические аргументы гораздо более радикальны, нежели ашариты. Ашариты являются своего рода компромиссом между теологами и условно я это называю в кавычках ортодоксом. Что такое ортодоксия? Ортодоксия – это направление мыслей тоже в исламском мире, которое говорит о том, что нам никакие рационалистические аргументы не нужны. То есть в каком-то смысле противится самому методу рационалистическому, то есть методу, который был разработан в области, ну в каком смысле? В области философии, да, то есть который был разработан греческий философий. И вот ортодоксы отметают всячески какое-либо использование. Не нужны нам, говорят ортодоксы, никакие инструменты. Не нужны нам микроскопы, не нужны нам линейки. Это нам все, ничего не нужно. То есть они в каком-то смысле занимают позицию примерно похожую, опять же типологически похожую на Тертулиана, который говорил о том, что церкви никакой любознательности совершенно не нужны. Что Иерусалиму, Афины? Афины – это пшик, это пустая погоня за каким-то якобы знанием. У нас уже есть истина, истина нам передана в откровении, поэтому, собственно говоря, никаких рационалистических аргументов мы не принимаем. Опять же, что я хочу, чтобы вы поняли в данном случае, что вот эти клише «ортодокс» или «теолог» – это клише, это определенная схема, определенный тип мышления. Теолог что делает? Защищает религию с помощью в том числе рационального аргумента. «Ортодокс» что делает? Говорит, не нужно никаких рациональных аргументов. Это не значит, что теолог не может быть «ортодоксом». Может быть, и может быть «ортодоксом». Как? Он говорит, так я как раз и защищаю вот те самые принципы, о которых вы говорите. «Ортодокс» означает как раз вот эту верность «докси», верность мнению определенному. Эти мнения мы и защищаем, но при этом может быть между ними и трение, между теологом и «ортодоксом» могут быть определенные конфликты именно в силу того, использовать этот инструмент или не использовать, и до какой степени использовать. Один скажет «это слишком», другой скажет «нет, это не слишком, это тоже нет». Значит, это отношение условного теолога и условного «ортодокса». Кроме этого, есть тот, кого можно было бы назвать философом. Чем он отличается от теолога? Он отличается тем, что философ изучает мир. Он не пытается защищать религию или вообще каким-то образом с ней соотноситься. Или, может быть, пытается соотноситься. Он пытается соотноситься, исходя как раз из, вот примерно как Филон Александрийский, он же вроде философ, для Моисея он называет философом. Что делает Моисей? Моисей изучает мир, а затем излагает закон. Поэтому философ, в принципе, может сказать, что я на самом деле являюсь супертеологом. Почему? Потому что я на самом деле познаю мир. А если я познаю мир, то я, собственно говоря, могу защитить ту или иную религию. То есть вопрос, какую иудаизм, христианство, ислам. Но я могу защитить, в данном случае, ислам с помощью того, что я просто знаю, как устроен мир. И тогда, если я защищаю, то я, собственно говоря, превращаюсь в этот момент, я превращаюсь в теолога. Но для того, чтобы узнать, как устроен мир, мне нужно сначала как бы отложить все в сторону и просто изучать мир. И тогда вот в этот момент я являюсь философом. Видите, вот эта схема, она работает таким образом, что шапка теолога, она может быть надета на шапку философа в определенный момент. То есть отдельно взятый человек, он может быть и философом, и теологом, и в каком смысле ортодоксом. Но я сейчас говорю просто о направлениях мысли, которые могут совмещаться в одном человеке, а могут на самом деле два разных человека, два представителя разного типа подхода, могут между собой конкурировать, спорить и так далее. Если говорить о философах, которые ставят во главу угла, делают максимально значимым именно постижение мира, мы можем говорить о средневековых аристотеликах и неоплатониках. Об этом тоже мы более подробно поговорим. Чем они отличаются? Так же, как и в отличие ашаритов, кмутазелитов, я в двух словах сказал, скажу далее чуть подробнее. Мы просто пока будем иметь в виду, что есть два направления. Неоплатоники, аристотелики. Это не те же самые, это не аристотели, это не аристотелики раннего средневековья, там третьего, пятого века. Речь идет о X-XII веке, и они отличаются от неоплатоников таких, как Платин, например, или Янвлих, например, то есть греческих неоплатоников. Это другой тип неоплатонизма, и мы будем более подробно говорить, что же это такое, что такое аристотелики, что такое неоплатоник. Пока остановимся на том, что есть в каком смысле такие два направления. Направление аристотеликов, оно на самом деле представляет из себя определенную школу с определенными принципами, и есть некая преемственность авторов, о которых можно говорить как принадлежащих этой школе. Они себя сами называют именно философами, фальсофами, это как раз философия и есть, и считают себя самыми крутыми, а как сегодня вам и сказали, настоящими философами. Ну, такие имена известны, как Аль-Фараби, Тансина, он же Авицену, Бенбаджа, он же Абинпачи, Бенрушт, он же Авероист, в скобках имена латинские. Забегая вперед, я скажу о том, что вот это развитие, бурное развитие философии и теологии в исламском мире, оно действительно 10-12 век – это пик его развития. В 13 веке начинается постепенная стагнация в исламском мире, развитие философии, по крайней мере, теологии в меньшей степени, философии в большей. Но зато вот эти все авторы постепенно переводятся на латинский язык и начинают существеннейшим образом влиять на христианскую схоластику и на формирование христианской уже теологии и философии средневековой. Ну, об этом чуть позже. Ну, и, наконец, есть еще помимо философа, теолога, есть еще мистик. Мистик, мы уже сказали об этом, мистик – это кто? Мистик – это тот, кто хочет соединиться с небесным миром. Считает, что нужно немедленно, собственно, в этом задача состоит. Задача состоит в чем? Возвращение в адемский сад – это что? Собственно говоря, возвращение человечества в мир небесный в каком смысле, и слияние мира небесного и земного. Мистик пытается осуществить это здесь и сейчас. не ждать, пока там все человечество или человек с большой буквы там окажется, а осуществить это здесь и сейчас. Это тенденция. Она может совмещаться с ортодоксией, может, наоборот, приниматься ортодоксией в штыки. Почему? Потому что, с одной стороны, мистик говорит, ну, ребят, я же проверяю, вот как-то, и потом с вами поделюсь, и все будет нормально, мы ускорим наш проект и вернемся в адемский сад. А с другой стороны, поскольку это проект коллективный, возвращение в адемский сад – это возвращение человечества, человечества в целом, то мистику можно сказать в том, что он забегает вперед и, в общем, смущает души тех, кто к этому не способен. И у нас возникнет хаос, и коллектив развалится, и так далее. И поэтому мистика можно с точки зрения ортодоксии, он может быть поощряем, а может быть, наоборот, порицаем. Здесь зависит от многих исторических и каких-то конкретных факторов. Для меня важно подчеркнуть вот это, я условно называю это шапкой, то есть точно так же, как и философ. Может ли быть философ-мистик, может быть, вот мистический мотив у Филона Александрийского мы видели. Если некий автор считает, что с помощью познания мира я на самом деле что-нибудь, прилепляюсь к миру небесному, по сути дела, это мистический мотив, кто это, я философ-мистик. Если это возможно, с помощью изучения мира, вот философ-мистик. Может ли быть мистик-теолог? Может, конечно, да, если он говорит о том, что вот я осуществил вот эти шаги соединения неба с землей, мне удалось это сделать, теперь я, вернувшись к вам, расскажу, как это делать. И на самом деле, действительно, наша религия, ислам, предположим, или христианство, или тот или иной извод ислама, или христианство является наиболее правильным. Вот у меня есть доказательства, я их привожу. Эти доказательства нерациональные, они доказательства другого типа, мистические, но тем не менее они являются. Да, я оказываюсь, что я мистик надевает на себя шапку теолога. Надеюсь, что эта схемка более-менее понятна. И вот эти векторы или направления мысли важно представлять. То есть важно понимать эту самую карту. Эта карта, она обусловлена чем? Она обусловлена тем, что развитие мысли, философской, теологической, мистической или ортодоксальной, например, с упором на закон, происходит в рамках культуры, атеистической культуры, в данном случае исламской культуры, с ее нюансами какими-то, с ее какими-то проблемами, которые там возникают. И эти проблемы даже я могу обозначить вслед за целым рядом исследователей, которые это делают, потому что на самом деле идеологические споры, религиозные споры в исламе, их было очень много. Ислам был более-менее монолитен поначалу, а затем начались разные споры и расхождения во мнениях по самым разным вопросам. Вот три, точнее, пять основных вопросов, по которым происходит деление на разные группы, я не буду вас грузить названиями этих групп, но в отличие от уже известной наверняка вам деления на шиитов и суннитов, это вы наверняка знаете, сюда же относятся хариджиты, то есть это деление по вопросу о том, что такое верховная власть. Это вопрос не философский, как вы понимаете, это вопрос скорее политический, вопрос, может быть, отчасти теологический, но явно не философский, хотя если говорить о том, что политика или изучение того, как должен быть устроен полис, это тоже часть философии, тогда он может стать и философским тоже. И вот эта проблема аль-имама, аль-халифа, аль-хилафа порождает деление на три группы, где хариджиты отстаивают то, что власть должна носить общинный характер, и, собственно говоря, имам или халиф, он должен быть выбран общиной, а шииты, наоборот, говорят о том, что власть имеет божественную природу, и поэтому вот род Али, Али, двоюродного брата и зятя Мухаммеда, это, собственно говоря, и есть тот род, который должен обладать властью, то есть представительствовать, это представители Бога на земле. Ну, а сунниты занимают среднюю линию такую, когда говорят о том, что с одной стороны действительно должен быть некий выборный орган, но этот выборный орган, он на самом деле является органом, который составляет религиозно-политическая верхушка, которая вроде бы представляет мнение всей общины. То есть это некий апгрейд вот этого мнения хариджитов, которые говорят о как бы полной выборности, здесь выборность несколько ограничена. Это деление – повод вот этому вопросу. Ну, и есть еще целый ряд вопросов, проблема веры и отношения к человеку, который совершил тяжкий грех. Там тоже есть целый ряд разных точек зрения на этот счет. Ну, и каждое направление тоже имеет определенное название. Или проблема предопределения свободы воли. Аль-Кадар – это тоже проблема, которая порождает разные точки зрения и, соответственно, разные направления. Или проблема споров о сущности Аллаха и о его атрибутах. Какие атрибуты можно ему приписывать. Тоже порождает разные точки зрения. И проблема права, наконец, которая тоже порождает разные точки зрения. В силу того, что точек зрения по каждому вопросу от трех до семи, и у нас получаются разные деления на вот эти самые группы, то систематизация этих самых течений, она немножко сложна, когда мы говорим об исламе. Возникает путаница. То есть зависит от того, о каком вопросе идет речь. Ну и, например, какие-нибудь сунниты могут занять в отношении проблемы веры такую-то позицию. А хариджит – попасть в классификацию немножко другую. То есть вот это деление, которое зависит от того, по какому вопросу происходит деление, порождает сложность систематизации и классификации этих самых течений. У нас есть большая работа Аль-Шахистани такого, который, собственно говоря, описывает вот эти все споры и группы, которые на самом деле тоже не являются все эти группы. То есть один и тот же человек мог оказаться в разных группах, по тому или другому вопросу. Вот в этом, собственно говоря, некоторая сложность. Но для нашего разговора сегодняшнего важно, чтобы вы понимали, что в исламе начинается постановка определенного рода проблем и их решений. И эти проблемы, часть, по крайней мере, из них являются проблемами, ну, например, предопределения свободы воли – это явно проблема теологическая. Теологическая проблема, то есть проблема умозренческая, которая возникает именно в силу философского, в определенном смысле, взгляда. Когда мы говорили о двух позициях, одна из позиций, позиция философская, по отношению в том числе, например, к религии, она приводит к постановке вот такого рода теоретических вопросов. Например, все предопределено или есть свобода воли. Мы можем сказать, что, подожди, ты говоришь, что это на самом деле является в каком смысле проекцией философского взгляда на религию. Но ведь у нас и в эпоху второго храма тоже были разные направления, которые называются фарисеями, сабукеями, иисеями, и были разные точки зрения. Я на это отвечу так, что да, действительно, эти разные точки зрения в эпоху второго храма – это не что иное, как проникновение именно доктринального взгляда. Что значит доктрина? Доктрина – это когда я изучаю что-то и прихожу к определенному выводу. Я ставлю определенного рода теоретический вопрос. Если говорить о талмудической культуре, она не ставит таких вопросов. Еще раз, с определенным ограничением, я говорю, я специально заостряю. Может быть, мы можем найти там или здесь в талмудической литературе какой-то теоретический вопрос. Но редко. Редко. Почему? Потому что сам взгляд иной. Он не настроен. Оптика человека талмудической культуры, предположим, она не настроена на постановку теоретического вопроса. Есть предопределение или есть свобода воли? Об этом может идти речь. Но она на самом деле не является речью теоретической, категориальной. В этом отличие от философии и теологии. Теология, которая возникает на стыке как бы, да, с одной стороны, некого представления монотеистического, а с другой стороны философского. Ну, и вот эта схема, которую я нарисовал, она нам важна для понимания того, как развивалась еврейская культура. Еврейская культура, в ней произошла определенного рода грандиозная революция культурная, которая была осуществлена Саади и Беоном. И состояла она в том, что, по сути дела, он привнес в еврейскую культуру множество жанров, в первую очередь, которые были присущи к культуре греческой. Но помимо жанров, он и привнес, хотел он этого или не хотел, уж другой вопрос, он привнес и закрепил некий подход, который является подходом как раз рационалистическим. То есть подходом, который вольно или невольно вступает в область вот того мировоззренческого принципа, который я назвал философским, а именно Афин. То есть, по сути дела, встреча еврейской традиции и греческой происходит, по-настоящему происходит, глубоко и надолго происходит вот в X веке, конец IX, в X веке, по сути. Что заставило Саадью Гаона совершить вот эту революцию и привнести еврейскую культуру элементы греческой. Опять же, неизвестно, как на это смотрел сам Саадь. Считал ли он, что он привносит греческое, или он считал, что все нормально, и он просто занимается развитием еврейской культуры и ее основоположения. Каков был его взгляд, достаточно сложно сказать, как он сам на это смотрел. Но де-факто произошло следующее. Что он сделал? Он написал теологический трактат книга «Веровьям не мне». И сказать, что это был первый теологический трактат, нет, мы не можем. У нас есть еще пара авторов еврейских, которые примерно в то же самое время творили. Поэтому нельзя назвать его супероригиналом, единственным, кто это сделал. Но поскольку он Гаон, а что такое Гаон? Гаон – это должен, это глава общин. И поскольку он Гаон, он что сделал? Он, по сути дела, сделал написание теологических трактатов легитимным. Возможно, те авторы, которые его современники, которые тоже писали теологические, или философские работы, мы о них тоже будем говорить, они, может, остались бы маргинальными фигурами. И, ну, кто-то вдруг занялся, какой-то еврей вдруг решил, иудей решил вот что-то такое сделать. И это бы, может, было эпизодом. Но поскольку Сааде Гаон являлся главой общины, он сделал это намеренно, и он, собственно говоря, сказал, вот это можно делать. А теперь написание теологических трактатов вполне возможно. Ведь в Талмуде мы не найдем того, что можно было бы назвать теологическим трактатом, по крайней мере, в его греческом понимании точно. Он пишет комментарии к писанию, он закладывает основы грамматики, он пишет пособия по сочинению поэзии на иврите, он создает галахические монографии, которые подаются системным образом. Есть автор, автор – это Сааде Гаон, системная подача материала, введение, определение терминов, что-то вроде оглавления и так далее. То есть это похоже уже на конкретную авторскую работу, чего в автоматический период, естественно, у нас нет. То есть авторские работы отсутствуют. Все это, все эти комментарии к писанию, отдельный разговор, можно сказать, что это традиционная вещь, но то, как он это делает, это на самом деле привнесение рационалистических основ в интерпретацию писания. И все, что он делает, он делает по определенным лекалам, существующим в арабской культуре. То есть его теологический трактат – это трактат, который выдержан в духе Калама. Его комментарий к писанию похож на те методы интерпретации, которые были приняты при интерпретации Корана соответствующим наукам. И так далее. Ну, на вопрос о том, что заставило Сааде это сделать, есть прекрасная книга такой, Рины Дрори, в которой она пытается дать ответ на этот вопрос. И два фактора, которые заставили Сааде пойти на вот такой шаг, по сути дела, изменить, так сказать, книжную полку иудейскую, вместо комментариев Талмуда и вообще занятий Талмудом, у нас появляется вот этот вот веер самых разных жанров и направлений творчества, которых не было раньше. Это исламская культура, контекст исламской культуры, которая бурно развивается и все эти жанры там существуют. А также караимы. Караимы – это люди писания буквально, кара – это стих писания, микра – это писания, караимы – это те, кто выступает против устной Торы, то есть против Талмуда, созданного, или талмудической литературы в целом, включая Медраши, и предлагают обратиться непосредственно в писание. Это своеобразные такие просвещенцы своего времени, которые, грубо говоря, предлагают гудеям обратиться, вот выглянуть в окно и посмотреть, что происходит в бурно развивающейся исламской культуре. И создать свою культуру, подобную вот исламской. они как раз начинают комментировать писания соответствующими методами, методами, похожими на интерпретацию Корана, рационалистическими в том числе, и они пишут некие теологические трактаты и так далее, и возникает конкуренция определенная за лидерство в еврейском мире между караимами и рабонитами, которым принадлежит Сааде Леон, то есть между раввинистическим иудаизмом и караимами. Это довольно сильное движение на тот момент. И Сааде, который, собственно говоря, вот совершает все, что он совершает, он, по сути дела, один пишет такую библиотеку, он как бы говорит о том, что у нас все есть, у нас в еврейской культуре вот все то, к чему призывают нас караим, у нас все это есть. То есть только то, что он делает, он делает с учетом как раз устной торы и раввинистической традиции, чтобы раввинистическая традиция не пропала. Иногда он говорит о том, что он продолжатель костра раввинистической традиции. Его, например, комментарий к писанию это не инновация какая-то, несмотря на то, что он рационалистический, а это, собственно говоря, продолжение традиции. Возможно, он так и считал, не исключено, хотя на самом деле это достаточно трудно предполагать, что он именно так считал, но не исключено. Но так или иначе произошло вот это, так сказать, прорвало вот этот напор того, что условно можно назвать наследием греческой культуры, вот того самого взгляда, взгляда Афин, следовательского, арцентрористического, постигающего мира и так далее, проникает со всей мощью, ломая плотины еврейскую культуру и меняет ее облик по сравнению с томудическим периодом. Такого рода процессы можно сказать, что они и до Саади уже начинались, хотя Гаоны и геонические академии занимались в основном интерпретацией Талмуда, юридической интерпретацией и занимались в основном правом. Но в этой области появляются работы постепенно в эпоху Гаонов, которые тоже имеют авторство, имеют систематическую подачу материала и так далее. Все это признаки как раз рационализма и вот этого подхода греческой культуры. Но настоящий прорыв, так сказать, полный переворот осуществляется как раз с Ади и Гаон. И что же мы имеем теперь, если говорить о соответствующей картинке еврейской культуры? Мы имеем следующую если в исламском мире у нас, как вы помните, у нас есть теология, есть ортодоксия. Ортодоксия это те, кто говорят о том, что никакие рационалистические аргументы нам не нужны, инструментарий этот абсолютно не нужен, он излишен и так далее. И ашариты, которые как бы являются компромиссом между радикальным мутезелитским каламом и ортодоксии, то, что происходит в еврейской культуре, а садягаом используют как раз мутезелитский калам, не ашаритский, а именно мутезелитский, то есть наиболее радикальный, получается, что в еврейской культуре это отсутствует, отсутствует ортодоксия, а именно ортодоксией становится садягаом, садягаом он же есть лидер поколения, и получается удивительная вещь, что еврейская культура неожиданно позднее всех дружественных религий аврамических, да, и христианства, и ислама, приходя к греческому наследию, становится самой рационалистичной. Если в христианстве Тертулян критикует тех, кто использует рационалистические аргументы и выступает против философов, есть даже такие трактаты, отцы церкви между собой спорят, нужно использовать философию, нельзя, нужен рационалистический метод, не нужен рационалистический метод, то в еврейской культуре этого нет, в исламе тоже, есть ортодоксия, говорят, спорят с Каламом, возникает и шаритское движение, которое является компромиссом, в еврейской культуре этого нет, в еврейской культуре происходит резкий рационалистический крен. То есть еврейская культура теперь, ортодоксия, эта культурная революция была, как мы видим, оранжевой, то есть она была, никто не противился, никто не возмущался, никто не сказал, что это вообще не наше. Пока еще никто не сказал, что садик, он привнес чуждую мудрость, привнес греческую философию и что-то такое. Нет, нет, все было принято, как так и надо. И тогда получилось, что ортодоксия реальный иудаизм на данном этапе в каком-то смысле, в смысле комплекса идей и способов наслаждения в области теологической оказался сопоставим с мутазиитским каламом, который является наиболее рационалистическим крылом исламской рационалистической теологии. Возникает в дальнейшем и соответствующие школы, школы или представители отдельные неоплатонизма и аристотелизма. Вот вы видите, я сейчас не буду перечислять эти имена, потому что мы о каждом отдельности можем говорить более подробно. Тоже возникает и появляются еврейские аристотелики, еврейские неоплатоники. Есть и использование еврейской мистики, например, в произведении Бахи ибн Пакуды, а мистика в исламском мире это суфизм на тот момент, и вот элементы суфизма присутствуют в произведениях, например, Бахи ибн Пакуды. То есть вот та картинка, которую я нарисовал для развития направлений или парадигм мышления в исламском мире 10-12 века, она отражается и в еврейском мире, но видите, отражается немножко искаженно. Искаженно почему? Потому что нет вот этого самого ортодоксального крыла. Ортодоксия оказывается, собственно говоря, теологией а-ля Матазелитский каван. Это то, что нам мы будем возвращаться естественно к вот этой схеме. Еще раз повторю, это лишь схема, но она важная и она нужна нам для ориентации и для определения для характеристики того или иного автора. Как он действует? Он действует как теолог, он действует как философ, он действует как мистик, где, в чем и так далее, кого заимствует и прочее. Но иметь как бы вот эту картину нам необходимо и она нас будет сопровождать. Мы к ней будем периодически обращаться на протяжении всех наших последующих занятий. Поэтому я вот эту картинку решил задать. Можно было бы наоборот сначала поговорить об авторах, а потом ее построить. Мне кажется, что лучше наоборот иметь эту картину перед собой и дальше относительно каждого отдельного автора, с которым мы будем иметь дело, прояснять, какого рода парадигмы мышления он тяготеет, потому что он может не подходить никуда, эта схема, она может не вмещать в себя одного автора, нам нужно будет его характеризовать как чуть-чуть этого, чуть-чуть того, чуть-чуть всего. Но мотивы соответствующие у нас должны быть и вот этот вектор мыслительный или вектор продукта творческого, который, собственно говоря, хочет создать тот или иной автор, нам будет полезно обращаться к вот этому костылю, к этой схеме, которая нам поможет сориентироваться и определенным образом классифицировать авторов, о которых мы будем говорить. Я теперь я что-то исчерпал все время, но тем не менее, если у кого-то есть вопросы, вы можете их задать. Может, надо было после филона остановиться, но не важно. Если есть вопросы, пожалуйста, я готов ответить. На там можно включить микрофоны, если кто-то хочет что-то сказать. Элинатон не с нами, Атан. А я могу, сказать, есть. По-моему, на микрофоне включены, нет? Каждый человек может быть. Может быть, да, может включены, да. Значит, Садия Гаон, он не был философом, да? А был философом. еще политиком, да, потому что, как я уже сказал, он пытался каким-то образом сохранить приоритеты, да, и преимущества раввинистического лудаизма над караимами и конкурировать с исламской культурой. Он не был в полном смысле философом. А мы будем, получается, в дальнейшем изучать еврейскую философию остальных авторов? Нет, мы, когда мы говорим о еврейской философии, то я имею в виду философско-теологическую мысль, да, то есть у нас будут и философы, и теологи, или люди, которые сочетали обе тенденции, да, и теологическую, и философскую. Так, сейчас еще что-то. Просто тут это надо, конечно, осмыслить всю эту информацию, очень много всего у нас. Нет, по-моему, как раз не так много информации, я просто дал схемку, да, и... Ну, это для вас, потому что вы это все знаете. Давайте я пока спрошу, а вы вспомните. именно. Значит, я действительно хотел после филона кстати, мне кажется, интересно, я раньше читал, интересно ли кто-то его потом подхватил, кто-то ссылается на него, кто-то, значит, это будет в будущем, наверное, я не знаю. Вот, но я хотел еще дальше даже вернуться вот к мудрецам, у меня как бы такое замечание, мне кажется, что это не очень такой-то мудрый вопрос, по крайней мере, в рамках еврейского традиции, стоит ли человеку родиться или нет, поскольку раз высшее существо решило создать его и дало ему наказание аплодиться и размножаться. Казалось бы, какие тут вопросы могут быть, и само решение, то, что, так сказать, ставится под сомнение, стоит ли не стоит, мне кажется, это очень странно. А насчет вот Садигона меня просто, во-первых, хотел спросить, где он, собственно, работал, где он находился географически? Географически он родился в Египте, и он, в принципе, о нем как раз, ну, я вообще для, как замечу, да, что для зарегистрировавшихся участников курса я привожу к нашему курсу такую обширную довольно библиографию. Про Садигона очень много написано, можно почитать. Он родился в Египте и является в каком смысле исключительным гаоном, потому что гаон это должность в каком смысле семейственника, да, то есть это чаще всего передавалось, это клановая такая штука, а он сумел пробиться вот из Египта такой, в каком-то смысле выскочка, который участвовал в нескольких спорах, в том числе календарных и снискал себе вот какую-то такую вот славу и должность гаона получил, поэтому он как бы исключительно гаон, так можно сказать во всех смыслах. Ну, а дальше после того, как он получил должность гаона, они же у нас были две ешивы, ешива Суры и Пумпедиты, но они обе находились на определенном этапе, вот к тому времени уже, когда Сааде был гаон, они обе находились в Багдаде, несмотря на то, что продолжали называться таким образом. Они делили между собой в каком смысле такое духовно-интеллектуальное влияние на диаспору, да, диаспора диаспора была поделена на сферы влияния нишивы, суры и Пумпедиты. Они между собой там конкурировали и так далее. И Сааде, опять же, и там себя проявил очень ярко на поприще вот этой самой конкурентной борьбы. Спасибо, очень интересно. А вот еще вопрос. Значит, он написал основы грамматики. Грамматики какой? Дело в том, что, например, грамматики языка иврит как бы не было. То есть есть иврит, конечно, и в талмудической литературе мы встречаем элементы грамматические, квази-грамматики. где мудрецы Талмуда по-видимому считали, что если в корневой ячейке есть две сходные буквы, то эти корни каким-то образом между тобой связаны. То есть можно было бы говорить о двух буквах и корневой ячейке. Сааде Гаон берет за основу арабскую грамматику и создает грамматику языка иврит. Ее не было. Спасибо. Пока я отвечу на вопрос. То есть были мутазелиты исламские и еврейские. Когда арабам текует мутазелита, то кого из них? Ну да, конечно, были мутазелиты еврейские. Вот мутазелиты еврейские это как раз Сааде Гаон. Это не значит, что Сааде Гаон полностью копирует мутазелитский калам. Понятно, что есть целый ряд вопросов, в которых иудаизм отличается просто от ислама, и поэтому и произведения Сааде в некоторых частях не следуют к мутазелитскому каламу. Ну, например, у Саади нет атомистической теории калама, о которой мы будем говорить позднее. То есть это не в полном смысле мутазелитский калам, не полная копия, но огромное количество элементов мутазелитского калама. И, конечно, когда Рамбан критикует мутазелитов, то он критикует Сааде Гаон. Он его не называет, но его точка зрения состоит в том, что Сааде, это я забегаю вперед, что Сааде исказил иудаизм. Ну, и мы дойдем до как раз этого фрагмента Рамбан, мы будем его читать, как Рамбан видит историю развития еврейской мысли. Для него эпоха Гаонов является в каком-то смысле критичной для иудаизма, которая искажает иудаизм. И он, собственно, его проект, это проект исправления иудаизма как раз после деятельности Гаонов, ну, и в основном Сааде. Ури, вот хотел спросить, а в это время в Европе и вот бывшей империи, она уже к тому времени расхвалилась, насколько я понимаю, общая византийская была пограничная, да, с Вавилоном, насколько я понимаю. О том, что-то происходило вот в области еврейской мысли? Практически нет, да, то есть, если говорить о еврейской мысли, вот теологической или философской, все, что происходит, происходит в ореоле исламского мира довольно долгое время, ну, практически 200 лет. И у нас, ну, считанное количество авторов, которые писали на иврите, например, Авраам Бархи, все остальные писали на иудеоарабском, да, я не сказал, может быть, это, но Сагаде пишет, естественно, на арабском. Ну, и все практически, о ком мы будем говорить, до 13 века, они все пишут на арабском языке, употребляющие большинство. То есть, развитие мысли идет в рамках вот именно арабской культуры, ну, в смысле арабоязычной культуры, то есть ислам. То есть, в том смысле, что цивилизация как бы сместилась именно туда, в арабский далифат. Да, арабоязычная культуры сместилась туда, то там происходит вот это бурное цветение, в том числе и поэзии, про которую мы говорить не будем, но там же, опять же, там же расцветает и поэзия, и так далее. И у нас есть свидетельство путешественников еврейских, которые посещают там какую-нибудь Европу или еще какие-то места. они говорят, что за глушь, деревня, куда мы попали? А там все цветет, науки, то все. То есть, там центр, и он начинает, я же говорю, на определенном этапе европейская культура, христианская культура, она, собственно говоря, все вот то, что было сделано еврейско-арабскими, собственно, авторами, потому что еврейские авторы тоже довольно серьезно лепту внесли в развитие вот этой всей теологической, философской мысли. Это все приходит в Европу, в европейские университеты, и в европейских университетах начинает происходить постепенно такая революция в сторону, с креном, в сторону аристоклизма, но аристоклизма вот именно в арабском халате тоже мы будем говорить об этом, чем аристоклизм отличается от Аристотеля или неоплатонизма средневековый вот неоплатонизма более раннего. Вот арабский джига, то есть в смысле как бы борьба с неверными, которые, но он себя проявил позже уже, я знаю, в 17-м веке, когда там есть страшные вещи, вот он тогда как бы он существовал, эта идея была у них, она не мешала их культуре как-то? Эта идея была, да, но при этом наряду с как бы мечом в этот период с 10-го по 12-й век вот это бурное развитие культуры, ее даже иногда есть специальное название исламия, то есть это экспансия, в том числе культурная, ее во многом в большей даже степени культурная, чем, например, военно-политическая, потому что прям все цвело и пахло, да, то есть это развитие науки, культуры, там, поэзии, литературы и так далее, и за счет этого, собственно, происходила экспансия, мы видим, что вот, например, еврейская культура, да, но могли бы дальше, собственно, в духе гаонов, там, восьмого века писать респонс и заниматься талмудом и все, но нет, вот этого не произошло, еврейская культура как бы оказывается под влиянием развития культуры исламской и начинает на нее равняться в таком смысле. А вот сейчас как происходит развитие еврейской философии? Эти гаоны, чтобы сейчас эти гаонов уже давно нет. Есть же какие-то, по-моему, они тоже на гаонами называются, такие главные. Это другой тип. Там на гаон в тот период гаон – это должность, прежде всего. Это глава общины, то есть глава ешивы гаона. У него есть целый ряд самого разного рода должностей, обязанностей каких-то, и это специфическое название. То есть, например, есть виленский гаон, но это совершенно другая история. Ну и для того, чтобы перейти к современному, нам нужно пройти весь путь нового времени, современный философий. Это как бы... Они просто пишут тоже сейчас кто они, кто они. Вот такие гаоны современные. Такие гаоны. Нет гаонов. Ну, хорошо, нет. Нет такой должности. Нет, но я просто видела иногда так пишут в интернете. Иногда пишут, да. Иногда разные люди разные пишут. Скажем, руководители... Ну, то есть, это вопрос преждевременный. Если говорить о развитии современной философии, нам нужно пройти еще несколько... как... Я не могу ответить. Нет, Жень, нет. Разные люди пишут разные вещи. Они не развивают сейчас... Кто они? Кто они? Эти руководители общин, пожилые такие старики... Пожилые старики, есть много разных пожилых стариков. Я, например, кто-то пишет, тот не пишет. Я в Фейсбуке пишу. Я имела в виду, хорошо, они, значит, не считаются философами, а просто духовными... Кто-то считается, кто-то не считается. Жень, это, я же говорю, это преждевременный вопрос. Как развивается еврейская мысль современная? Она очень разнообразна, очень разные пласты в ней, эстраты, и это какой-то отдельный разгар. Хорошо, спасибо. Ну, тогда, наверное, завершим, чтобы не задерживать нас. Да, завершим, завершим. Спасибо всем. До следующего четверга. Счастливо. Да, до свидания. До свидания. Всем счастливо, пока. Пока. Спасибо.